Торжественная часть конкурса началась в школьном актовом зале, где гостей, членов жюри и участников мероприятия вкратце ознакомили с историей возникновения этого конкурса, а также о том, как создавался Большой Народный Школьный Музей. В нашей школе вот уже 50 лет работает Народный Музей истории школы имени Александра Федоровича Тягачева. Мы очень гордимся этим. Наш школьный музей является победителем регионального конкурса «Лучший школьный музей». Народному школьному музею здесь уделяют большое внимание. Совсем недавно стал действовать сайт, который непосредственно посвящен только музею. Руководитель школьного музея Анна Шатохина наглядно показала, как работает сайт, с помощью которого, не выходя из дома, можно посмотреть экспонаты музея. Разработчики сайта сделали онлайн-экскурсию, что очень удобно. Далее почетным гостям и жюри конкурса были вручены благодарственные письма школы и цветы. И участники приступили к викторине. Работу разбили на две секции. В одном из кабинетов проходили презентации по темам «Музейный чемоданчик» и «Мой край, моя родина». Здесь одними из первых выступили ученики средней школы номер один. Девочки рассказали о пионерах, как появилось это движение, рассказали о принципах, об их форме и атрибутике. «Сначала тебе нужно стать октябрёнком, а затем торжественно дать клятву пионеров и вступить в нашу жизнь». В другой аудитории проходил конкурс «Виртуальная экскурсия» на тему «О подвиге, о доблести, о славе». Участие в этом конкурсе приняли школьники из Рыбного, Орудиева, Новосинькова, Останкина и Дмитрова. Всего 10 школ. По итогам всех выступлений победителем конкурса в категорию «Музейный чемоданчик» стала Яхровская средняя школа номер один. На втором месте Дмитровская средняя школа номер два. И третье место за Орудьевской средней общеобразовательной школой. В категории «О подвиге, о доблести, о славе» первое место завоевали школьники из Орудьева. На втором и третьем месте ученики Синьковской средней школы номер один и номер два. Этот районный конкурс проводится в первый раз, но организаторы заверили, что теперь он станет традиционным.